Эта книга инценировала создание музея. Вот Попух, мы с ним так сидели, долго смотрели, прикидывали, да, музей можно. Тем более в деревне еще были люди достаточно тех времен, которые хранились, ну, вещи там, кухонный какой-то, инвентарь. И понемножку, понемножку они сдавали нам. И сейчас, в общем-то, Викторов, конечно, поддержал молодец, и площадь мы нашли, ну, все тут нашли. И сегодня уже, кто будет там в лагере, можно посмотреть. Обязательно заглянем, обязательно. Там вот эти фотографии есть увеличенные. Елена Генриховна, я попрошу вас сделать адрес и благодарственное письмо на имя автора с благодарностью от Египетцев, что у нас появилась такая книга. Хорошо? Вот, и вручим. Активное участие в создании и издании этой книги. Но я его знаю с 70-х годов, еще, значит, и очень, как бы, длительное время. И вот, уйдя на пенсию, человек, которому, ну, не только интересна вот вся история, о которой, вот он сейчас говорит об этом, но он, в общем-то, постоянно и стремится, и старается выступать и в прессе в нашей. Может быть, кто-нибудь помнит, что вот прошлый год он выступал, на него была статья в нашей местной газете, значит, о наших меньших друзьях. Друзьях, братьях наших меньших, да, о собаках, которые, в общем-то, их роль, их участие в Великой Отечественной войне, в общем-то, все, что они сделали. Вот он тоже так, по крупицам собирал материал, публиковал. Значит, он очень много делает, и как, видите, почетный гражданин Ивана города, в общем-то, и постоянно участвует. Вот это уже одно то, что Коль участвует в истории, вот, издали книги, значит, плюс к этому большая работа проводится у него и чисто вот общественном Ивангороде, то есть человек, который, ну, очень стремится, стремится, старается, вот те пласты, которые они вот очень важны, поднять, потому что пока есть возможность, и если есть к этому и большое стремление, чтобы вот можно было показать и оставить это все, в общем-то, и в будущем поколении. Александр Газарьевич, мы начали с воспоминания Даниловского Даниловича. Да, да, да. С Валентином Даниловичем одним из первых, после вас, вас после института, Александр Газарьевича узнал буквально сразу, в течение двух-тверх месяцев работы в районе, уже главным экономистом работал в Катейске, и Валентин Данилович приехал за отводами, за какими-то гайками там сейчас из Катейского. Помню, там бардон у нас был постоянный, картошка, железо, мясо, работали. Валентин Даниловичу приемный час сидел даже где-то, чтобы зайти к нему в кабинет. Вот это было, ну, начало девяностых, первый год, девяносто первый, девяносто второй год. Мы активно работали, очень активно, с вашими заместителями. Вовсе, вы к нам приезжали в Катейске тоже. Но набралось столько фактов, столько исторических моментов, и столько исторических фотографий, которые здесь вот представлены. Но целую книгу, это здорово. Попов очень скрупулезный человек. Он основывался вот на этой книге на те факты, на те документы, которые он получал. Он был директором музея, ездил в Швецию, Данию, Норвегию, Финляндию. И что-то там? Да. В Рома-Церинбурге. Конечно. И вот было найдено в немецких документах впервые, была 635 лет назад, можно сказать, упомянута деревня Венгель, русская деревня. С тех пор начали следить в разных документах разных стран, и это все легло в основу этой книги. Он старался максимально приблизить повествование книги к историческим фактам. Ну, это на протяжении жизни он собирал эти материалы, получается. Не каждая деревня может сегодня погордиться, что есть в деревне своя книга, своя история. Это, конечно, на поколение останется. Но мне кажется, это с учетом того, что мы обязательно данную книгу разместим во всех библиотеках Кингисепского района. Мы приобретем книги, еще сколько нужно экземпляров, пока мы возьмем сколько, около 16, 16, 20, 20, 20 экземпляров, да мы сейчас распределим их. Я должен сказать, что я должен вас поблагодарить. Вот чертовая гора, помните? Помню, отстояли мы. И вот нашлись все такие, мягко говоря, трудящиеся, которые хотели превратить эту гору в карьер по добыче песка. Не заглядывая в истории. Да, не заглядывая в истории. Мы обратились к нашему, Эвальду Ильич, поддержал и отстояли. Мы сразу обратились к губернатору Ленинградской области. Губернатор Ленинградской области, вы прекрасно понимаете, не понаслышке знает эту деревню. Он проживал многие годы тоже на даче. И было сделано беспрецедентное решение. Редко такие решения принимаются. Я знаю, что они прокуратуру, милиции, там и все остальное здесь. Александр Александрович, одним днем остановил эту историю. И мы благодарны нашему губернатору, что он тогда одним днем все решил. Мы обратились по-взрослому тоже, чтобы быть или не быть. В Ингисепском районе найдется, как говорится, достойная полка, чтобы эту книгу читали. Она была в библиотеках, ее смотрели. Очень приятно, что у нас историческая история. Ингисепий, как говорится, не умолкает. Постоянно что-то происходит, новые издания. И это будоражит сознание, что у нас есть такое прошлое было. Как я говорил, было прошлое, живем в хорошем настоящем, значит у нас будет будущее. Будущее в наших детей. Поэтому огромное спасибо за такую книгу, за такой яркий момент в истории района. Она, конечно, пригодится в много перезучении истории, интересоваться истории. Конечно, факты неожиданные. Поэтому есть вопросы у прессы? Пожалуйста. Скажите, издание книги «Удовольствие дорогое» кто помогал в издании этой книги и за чей счет? Значит, издавали мы так. Государство, естественно, не может вложить деньги. Значит, нашли инициатора, который согласен вложить свои деньги, с учетом, что они возвращаются при продаже книги. Ну, если кто-то с инициатором не очень сомневался, я еще недавно был директором, я применял такие методы, что деньги были. Ну, Деревня Вент теперь может рассматриваться, наверное, как объект туризма. К этому и надо готовиться постепенно. Мы должны, знаете, у нас есть сейчас с вами в Кингисевском районе такой шанс, в общем-то, есть вот это вот ожерелье такое, может быть, назвать так можно, чтобы оно заработало. Вот надо каждую точку нанести на карту туристическую, каждый изюминку, каждый момент. Мы сейчас очень большое внимание уделяем, изучили вот одно из направлений агротуризма, в том числе, я просто, например, говорю, да, и параллельно агротуризму можно будет развивать, уже посещение таких вот музеев отдаленных точек. Это же очень интересно, когда люди своими руками делают, тем более на базе пионерского лагеря, это там много детей, много будут со всего региона нашего, со всей Ленинградской области, они будут смотреть все это, это интересно. Привережьте себе.